Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня у нас снова кухонные посиделки. Это значит, что я буду готовить и вещать. Но это так, в шутку говоря. Я хотела бы сегодня коснуться темы моего канала и комментариев к некоторым видео. Дело в том, что в моем первом видео, которое называется «Знакомимся», я рассказала, о чем мой канал, о чем я буду рассказывать и какие темы вы можете здесь увидеть. Так получается, что я стала получать комментарии, которые я нахожу немного странными. Слава Богу, у меня все подписчики, люди очень приятные, адекватные. Мы общаемся. Я смотрю их видео, если это девочки-блогеры. Если нет, то мы просто обмениваемся приятными словами. Начну с того, что мое видео про наводнение я получила несколько таких не очень, ну не то, что не очень неприятных, а странных комментариев в личную почту и не только, но что, мол, типа что ты тут рассказываешь про наводнение, вот там-то и там-то, все намного хуже, а ты тут с какими-то мелочами. Понимаете, я что хочу сказать. Изначально, когда я решила снимать видео, я решила видео снимать о Франции. И я рассказываю о том, что я вижу здесь. Это не то, что вы можете увидеть в новостях, что, ну, типа, потребительская корзинка среднего француза составляет 200 евро. А я покупаю продукты, я называю цены, я показываю. И если, например, случилось у нас наводнение, то я рассказываю о наводнении конкретно в моем городе, в моем департаменте. И это информация вот человека, живущего здесь, понимаете. Я не могу рассказать о землетрясении в Новой Зеландии, я не могу рассказать о вирусе Эбола, который в Африке. Да, это все ужасно, но я не там, я здесь. И я рассказываю о том, что я вижу своими глазами и что происходит на той территории, где живу я. В общем, собственно, об этом я говорила в своем первом видео. И именно это я продолжаю делать, снимая сюжеты на некоторые темы. Следующий момент, это касательно моего внешнего вида. Я, как я честно скажу, я с одной стороны польщена тем, что смотря коротенькие сюжетики, некоторые находят время внимательно настолько не только послушать меня, но и рассмотреть мои морщинки, мой размытый цвет лица, какие-то ошибки макияжа. Понимаете, ну как, это, конечно, я рада этому, что вы настолько внимательны. Я не бьюти-блогер, и это не моя работа, потому что девочки, которые бьюти-блогеры, они выглядят изумительно, они красивые, они умнички, они зарабатывают на этом. И поэтому у них как бы, ну они обязаны, я считаю, если ты бьюти-блогер, выглядеть прекрасно. Если же я, у меня просто вот рассказ обычной женщины, из обычной семьи, которая рассказывает о том, как мы живем, что мы делаем, куда мы ходим. В общем, смысл моих видео не в том, чтобы появляться перед камерой шик и блеск, вот я модель, вот я такая стройная, я такая красивая. Нет, я такая, какая я есть, и я рассказываю о том, что я вижу, что со мной происходит. Хотела бы сказать, конечно, пару слов о тех, кто уж совсем такие негативные, вы мои. Вы не тратьте, пожалуйста, свое время на написание длинных писем, поскольку я их читать все равно не буду. Информация в них абсолютно бесполезная и содержащиеся там нелицеприятные слова я читать не буду, и это мне неинтересно. И вообще, не знаю, может я вас сейчас совсем разозлю. Вот берите пример с меня. Мой день настолько загружен, вот с самого утра и до самого вечера я всегда что-то делаю, я чем-то занята. У меня нету мыслей о негативе, у меня нету времени писать кому-то отрицательные письма или иметь какие-то отрицательные эмоции. Я все время занята. И поэтому, ну не знаю, когда вечер приходит, и я смотрю на часы, я думаю, боже, ну почему в дне всего лишь 24 часа? И поэтому, дорогие мои негативные писатели, пожалуйста, не тратьте свое время, используйте его для себя, а не выплескивая какие-то, ну гадкие словечки для других людей. Поверьте, это никому не нужно и никто этого не читает. И если вам так хочется, ну как-то выбросить негатив, да пойдите вы в другую комнату, потопчите ногами, не знаю, покричите, поплачьте, ну я не знаю, посмейтесь, потанцуйте, займитесь фитнесом, спортом, не знаю, приготовьте какое-то блюдо, прочитайте интересную книгу, посмотрите хорошую передачу, ну как-то займитесь самообразованием в конце концов. Потому как сейчас я буду продолжать готовить, как я уже сказала, я человек занятой. Все мои любимые подписчики, всем вам передаю большие приветы, и я очень рада вам, что вы у меня есть, и рада вашим приятным комментариям, и я очень рада, что вам нравится то, что я делаю, и что вы меня за это благодарите. Поверьте, это дает такой заряд делать что-то больше и интереснее, и выполнять ваши запросы на интересные темы, мне это очень приятно, я с радостью буду делиться жизнью, моей жизнью во Франции, жизнью людей во Франции, и естественно, еще раз я повторюсь, я рассказываю только то, что знаю, и то, что меня окружает, людей, семью, быт, и знакомые, друзья, в общем, я не рассказываю о каких-то тех людях, о которых я не знаю, вот как мне написала одна, одна или один, не знаю, женщина или мужчина, что все французы жадные, все трусливые, и так далее, нет, поверьте, не все, мне повезло, в моем окружении, среди моих знакомых, семьи нет таких трусливых, или жадных людей, очень воспитанные, очень галантные, хорошие, нежадные, щедрые, ну, в общем, дарят цветы, и как бы, я не могу сказать, что все французы плохие, в любой нации есть и хорошие, и плохие, и поэтому очернить всех, или обелить всех, это, ну, это невозможно, везде есть, и те, и другие, так что, надеюсь, я дала немножко больше информации о том, о чем есть мой канал, о чем я рассказываю, и спасибо всем, что вы были со мной, пока-пока, до новых встреч, мы обязательно снова увидимся, и обязательно на позитивной нотке.